Всем привет, друзья! Меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад. И сегодня мы разбираем необычную довольно для канала вещь, это акустическая песня, я её сделал как инструментал, она называется Shady Grove. Её играли очень многие, от легенды Bluegrass и фингерпикинг гитары Дога Уотсона до Grateful Dead, легенды рок-психодела. Поищите в YouTube, там будет очень много вариантов. Как у любой традиционной песни, у этой вещи много есть гармонических прочтений, то есть разных аккордов, с которыми она состоит. Я выбрал то прочтение, в котором аккордов больше всего. Этим мы выражаем дух максимализма нашего канала и сообщества. Кроме того, что я просто покажу вам сначала, как играть вот эту именно мелодию одновременно с аккомпанементом, а потом я вам покажу, как просто играть аккорды. В общем, классика Bluegrass гитары перед вами. Это так называемая, если подходить строже, не совсем ирландская музыка. Это музыка традиционно американская. Это называется музыка Апалачи. Это такой американский регион, где влияние кельтской музыки на гитаристов очень сильно. Но не буду здесь долго разоряться, поласьте в Википедиях и будет у вас счастье. Ну а вы подписывайтесь на нас в ВКонтакте, на Ютубе, жмите колокольчик под видео, если вы там, чтобы не пропускать новые видео. Также заходите на наш сайт, который называется первыйлад.ру и смотрите там крутые курсы по аккомпанементу, по акустической гитаре, по электрической гитаре. Вы найдете там кучу всего и обязательно присмотрите что-нибудь для себя. Лучше один раз сыграть, чем сто раз услышать. Давайте разберем шейд игров. Что ж, друзья, начнем. Эта песня играется у нас в стандартном строе, так что никаких подвохов. Первый аккорд у нас аккорд Ре минор. И, собственно, в чем смысл того, что я вам покажу, как это играется. Это классическая блюгресс фишка, которая также называется флот пикинг, блюгресс гитар. То есть флот пикинг имеется в виду, да, медиаторная техника. Когда вы играете параллельную мелодию, когда вы не играете мелодию, вы играете просто аккорды. И мы начинаем, собственно, с открытой четвертой, с баса аккорда Ре минор. И мы играем бас и остаток аккорда. То есть везде в блюгрессе мы здесь будем играть первые три струны. То есть зажимать аккорд мы будем, как обычно, но играть первые три струны. То есть это совмещает басовое голосоведение, которое у нас будет в наличии с высоким голосоведением. Итак, бас, аккорд, бас, аккорд. А дальше открытая, опять четвертая, второй лад четвертый, открытая четвертая. И мы ставим аккорд до мажор. Играем бас этого аккорда, тоника, собственно, третий лад пятой струны. Здесь мы играем переменную штрихом. Вниз, вверх, вниз, вниз, вниз. Собственно, вот эти тринутые. Вниз, вверх, вниз, вниз и аккорд. То есть мы ставим дуо и играем по трём струнам. Дальше опять так же бас и аккорд ре минор. То есть мы возвращаемся после дуо на ре минор. И дальше открытая, прямо вот по диатонике, по ре минор мы играем открытая четвертая, вторая лад третья. Это все четвертая струна была. Опять же переменную штрихом. Вниз, вверх, вниз. Открытая третья медиатором вверх. И вторая лад третья медиатором вниз. Играем аккорд и потом опять открытую четвертую и опять аккорд. С самого начала. Это первая часть. Дальше. То есть мы ставим с вами аккорд фа. Вот такой вот, но ставим его просто на первых трёх струнах. То есть указательным пальцем вы зажимаете мини-барре на первой и на вторых струнах. Первый лад. А вторым пальцем вы зажимаете второй лад и третьи струны. Ну, вы играете вторая струна. Вторая, первая, третья струна и аккорд. Соответственно, все три струны. То есть не будете, что у вас одновременно звучит там несколько струн. Это как раз хорошие абертоны дают. И опять всё по диатонике. То есть диатоника имеется в виду просто по гамме. Антониум диатоники, хроматика, когда вы играете просто лад за ладом. Ну, полутон за полутоном. Открытая третья. Второй лад, третий. Открытая третья. Второй лад, четвёртый. И третий лад, пятый. Вот и вы пришли в до. Опять же, здесь при минус штриху вниз, вверх, вниз, вверх. И три струны играете. И ставим аккорд ля. Ваз. Аккорд ля, да, соответственно. Дальше. Открытая четвёртая. Второй лад, четвёртый. Третий лад, пятый. И у вас аккорд ре. И вы играете его тонику. И затем оставшуюся часть аккорда. Потом пятую открытую. То есть, второй бас через квинту аккорда ре. Это вы играете, чтобы, да, ну, получается, не повторяться слишком много на открытой четвёртой струне. Итак, давайте сыграем всё. Медленно. Раз, два, три, четыре. И дальше вы повторяете. Если бы здесь, конечно, Андрей Деменский играл, он мог бы с удовольствием успел, но... Сами понимаете. Итак, это у нас получается, в общем, то, что вы играете мелодией. Если вы захотите спеть эту песню, тогда вы будете играть, соответственно. Обычная блюгресс-гитара. Бас-аккорд, бас-аккорд. Соответственно, вы играете четвёртую струну аккорд, пятую струну аккорд. Затем, соответственно, аккорд до. Пятая струна аккорд, затем перемещаете третий палец на шестую струну третьего. И опять же, аккорд на первых трёх струнах. Соответственно, вы играете... Два раза ре. Затем фа. Да, вы играете шестую струну аккорд, пятую струну аккорд. Аккорд до, так как вы играли, пятую, шестую струну. Затем аккорд ля. Пятая струна аккорд, шестая струна открытый аккорд. И на ре возвращаемся. One, two, three, four. Андрей не поет, просто хлопает. Соответственно, вот у вас получается аккомпанемент, на который вы поете это шею. Когда вы не поете, вы играете... Ну и так далее. То есть у вас получается... Эту штуку можно играть прям быстро. Ну, это как по настроению, что называется. Смотрите, не загоняйте, потому что здесь всё-таки встречается сложный переменный штрих. Медиатором, а дисторшен включить не всегда получается на акустической гитаре. И тут уже придётся попотеть. Медленно отрабатывайте. То есть здесь главное, чтобы вы были в груве. Когда у вас нет ритма, когда вы что-то зажёвываете ноты и всё такое, соответственно, то, что вы играете, такие вещи, они теряют ценность, потому что здесь главное, ну, танцевальность. Это всё играло, чтобы люди, в общем, немножко поплясали. Как видите, здесь много открытых струн, что, опять же, характерно для блюгресс-гитары, открытая равно громче. Играйте всякие эти штуки, и, соответственно, если вы хотите импровизировать и играть какие-то соло, то вот эти все экилики вы можете спокойно играть в ре миноре и, соответственно, фа мажоре. То есть дробите, смотрите эти лики, переносите их выше, наслаждайтесь, ни в чём себе не отказывайте. Ну что ж, друзья, вместе с вами мы насладились классической песней из стиля Апалачи. Не спешите её играть быстро, насладитесь голосоведением, можете даже сами спеть, распечатав текст. Порадуйте, друзья и близкие, в красивой музыке не всё играть с дистошином на гитаре с нейлоновыми струнами. Всем пока, увидимся в других выпусках. Меня зовут Денис Шевченко. Денис Шевченко. Субтитры создавал DimaTorzok